Здравствуйте всем! Меня зовут Лидия. И сегодня хочу поделиться своими впечатлениями книги, двух книгах даже, да, небезызвестного, вернее, будем так говорить, всем известного Андрея Макаревича, поэт, композитора и так далее и тому подобное. Прежде чем, вот, начать делиться своими впечатлениями, хочу поблагодарить всех, кто оставил свои комментарии к моим предыдущим видео за очень тёплые слова. Ой, просто они меня тронули до глубины души, честное слово. И первым, так сказать, движением, как бы, хотелось, так-то, в какие-то левах ставьте. Но приятно, да. Приятно, поэтому благодарю всех, кто оставил свои тёплые, добрые комментарии к моим таким, совсем никчёмным видео. Вот, так сказать, в очередной раз, когда моя дочь, Даша, мне сбросила на электронную книгу 53 книги, будем так говорить, читая многое. И поэтому, так, что в начале? Первая, вторая, ну, во, Макаревич, название-то какое? Сам овца. Во, как прикольно, как это, что бы это значило. Вот, начиная, значит, с самого этого названия своих воспоминаний. Ну, и, прежде всего, любопытство, надо сказать, что я не любительница мемуаров. Это, знаете ли, как странности такие у каждого человека. Я, например, когда готовлю пищу, я никогда не пробую. Никогда. Видимо, какое-то подсознательное чувство опасности, вдруг гадость какая-то. Так и вот подобного рода воспоминания мемуары тоже, как бы, боишься нарваться на какую-то гадость. То есть на неистинность, неправду, ну, и прочие вот такие малоприятные дела. Поэтому я не поклонница мемуаров и каких-либо воспоминаний. Потому что, ну, во-первых, и оценки, которые даются с высоты, так сказать, времен, это дело неблагодарное, это не соответствует. Ты вот уже спустя столько лет оцениваешь те события, свои отношения с окружающими, к самому себе в оконцовке и к чувствам своим. Всё же это притупляется, как бы всё это меняется, ежечасные, ежесекунды, не говоря уже о многих и многих годах. Поэтому как-то всё это вот не нравится. Мне не нравится и всё. Вот. Поэтому я достаточно редко читаю воспоминания различного рода мемуары. Это одно. Второе. Я не фанатка и даже не поклонница музыки вообще, как таковой. Вот. Ну и в том числе к Мошене Времени, вот, к этому ансамблю, будем так говорить, тоже. Да, слушаю, да, вот это нравится, положим, вот то нравится. Но не фанатею абсолютно, ни о чём, да, я не понимаю, надо сказать, особо-то не разбираясь в музыке, как классической, так и эстрадной, там, рок-н-рольдской, либо какой-то ещё другой. Ну, вот, что мне очень понравилось, конечно, это без всякой, так сказать, вот жалости к себе, что ли, что я вот такой белый пушистый, я такой талантливый, меня никуда не пускали, меня гнобили, вот все такие козлы, а я вот весь из себя такой хороший. А кому легко-то было от всех талантливых людей, особенно от мира, так сказать, творческого, будем так говорить, кому легко-то было с самых первых дней. Ну, мне вот понравилось, вот, как я уже говорила, мной двигалось такое вот, ну, общечеловеческое любопытство, потому что всем интересно всегда, особенно, что касается людей талантливых, творческих, а как это было, а что вот, как это создавалось, каким путём, вот почему я не могу, почему мне не дано, почему ему дано, и как это у него получалось, и как это вот вышло вот таким вот образом. И поэтому после прочтения книги Макаревича я вот просто прониклась к нему искренней симпатией, уважением как человеку, как поэту, писателю, композитору и как философу, будем так говорить, потому что книга это и глупого такого философского, надо сказать, склада, она полезна весьма мне, по крайней мере, в части его рассуждения времени о себе, о своих чувствах, об отношениях и так далее, и так подобное. Начиная, так сказать, с детства, он очень хорошо помнит своё детство, вот если спроси меня, например, что я помню, там, в двухлетнем положенном возрасте, ведь не вспомню же, вот не вспомню всё тут, не говоря уже о более ранних, а он помнит, он помнит о своём понимании, так сказать, в том числе вот этой поговорки, так сказать, сам овса, что и послужило названием книги, то есть его отношения о своих очарованиях, разочарованиях и прочих этих делах. То есть очень интересно его детство, его, так сказать, душевный склад, вот эта вот ранимость, открытость, доверчивость, от которой он и страдал с измольцем, так сказать, от окружающих, от этих своих качеств. Дальнейшее потом его отношение с родителями, с окружающими, с друзьями. Вот такие какие-то вот нюансы, вы знаете, ничего такого он не совершил, в смысле постыдного, абсолютно, с точки зрения общечеловеческой. Но вот какие-то такие маленькие эпизодики, совершенно незначительные, но тем не менее оставившие глубокий след в его душе, за которые ему стыдно по сей пор уже находясь вот в таком возрасте, достаточно прожившем уже и многоиспытавшем. Книга словом владеет просто великолепно, мне понравился его слог, как он пишет, его тонкий юмор, какая-то ненавязчивость какая-то, легко читается и очень интересно. И мы-то современники, как бы одногодки с Молковевичем, да? И надо сказать, что я-то ведь тоже в это же время жила, точно столько же лет прожила, и время было, и отношения с властью, так сказать, с компартией и так далее и тому подобное. Вот интересно его восприятие, вот этих вот совковых времен. Чего уж тут говорить, это еще со времен, да и не только Островского, когда каждый режим, так сказать, своей идеологией, потому главное это не пущать и запрещать, понятное дело. И вот как это все запрещалось, как это все преодолевалось, как вода, можно сказать. Она найдет всегда, какие бы преграды там ни ставили, вода найдет, где посочится. Так и какой-то творческий человек, направление даже целое, как бы его не запрещали, как бы не давили и так далее, все равно правдами или неправдами, тут уж как получится, так сказать. Находишь какие-то лазейки, ходы-выходы, но тем не менее, каким-то путем ты не можешь не творить, ты не можешь не писать, не петь, не играть. Это выше тебя, то есть ты обязан это выплеснуть тем или иным путем. И вот как это все происходило, что, по сути дела, никто о них знать не должен был, ну, в частности, о том, вошли не времени, а ведь знали, ведь какими-то путями, совершенно не понимая, каким путем не успел вякнуть, вот только что, значит, где-то там сейшен прошел, и все, уже потекло, уже знают многие, и знают о том, где это будет происходить, положим, следующий этот сейшен, где-то как-то, и приверженники, вот, рок-н-роллы, прежде всего, чего и начинали, они каким-то путем узнают, абсолютно, ведь тогда не было ни интернета, ни сотовых, ну, то есть, как бы связи, такое не было, как сейчас, и тем не менее, тем не менее, то есть, вот, чему должно, что должно случиться, оно случится все равно, рано или поздно, всегда почему-то поздно, естественно, остается, но что делать, вот такие вот припоны, и поэтому, когда он буквально заболел, в восьмом классе, то есть, совершенно случайно кусочек, удалось послушать битлов, и все, и это как удар под солнечное сплетение, это просто задохнулся, и не выдул с них, такое счастье, такое вот, просто, действительно, поразительное, и с этого все и началось, вот, и в общем-то, он потом удивляется, что, это у нас так соединение было, что вот, ну, потом уже, когда стал ездить по миру, что у них-то там все так, на западах-то легко и хорошо, у них-то все есть, им никто ничего не запрещает, и будьте любезны, там, инструменты и прочее, это мы-то бедные, сами себе гитары мастерили, усилители, там, и прочее, и дела, об этом еще можно говорить, буквально на коленке все это, и качество-то, откуда бы взяться, а было ведь, было, и вот он говорит о том, что, вспоминая те времена, уже сейчас, все эти эпизоды, как я выдержал, я и мое окружение, как, вот сейчас доведись бы, никак, ну, никак, таскаться там, с этой аппаратурой, многие, так сказать, сотни килограммов на себе, по сути дела, не имея ничего, никуда, никак, никуда не проткнуться, как донести-то до людей, до тех, кто увлечен, положим, рок-н-роллом, и так далее, и подобное. очень интересно, его отношение к дому, к своему, и почему это, к тем местам, где вот проходили вот эти вот, те или иные репетиции, потому что негде было совершенно, приткнуться никуда, либо там еще чего-то, отношение к животным, некое, так сказать, видимо, да, он какой-то, повышенная, как у всех творческих людей, такая, интуиция, будем так говорить, даже гранича, здесь немножечко с мистикой, какие, что он видел в раннем детстве, что ему потом иногда, изредка приходилось увидеть, что это вот, как бы, вот ту сторону, будем так говорить, очень интересно, и поэтому я довольна, что я прочитала, для меня это произвело глубокое впечатление, как-то меня обогатило, будем так говорить, и потому, потому, вот сейчас, гармония, музыка, это все, я вынесла, я, конечно, подозревала, об этом и мечтала, что все пропитано музыкой, то есть, звук, прежде всего, то есть, не первым было слово, а именно звук, все подчинено именно вот этой музыкальной гармонии, в том числе и космос, закон космоса и так далее, и подобное, ну и, соответственно, мы сами, потому что, сами, не осознавая этого, мы подчинены вот этой вот звуковой гармонии, поэтому я, вчера же, тут же, дальше мне нашла еще, видимо, это, наверное, была одна из первых, вот, в начале был звук, и немедленно приступлю, вот, к чтению вот этого, например, вот этой книги Андрея Макаревича, а потому спасибо ему, спасибо всем вам, за то, что вы посмотрели это видео, и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok,